А вы, зрители, с вами Эвел Нерд, и мы продолжаем проходить Payable The Lost Chapters. В прошлой серии мы перевели торговцев через опасную зону Темнолесья в новой территории, где новый город расположен. Ну, туда пойдём мы чуть позже. В этой серии займёмся мы, пожалуй, новым квестом. К слову, между сериями я купил такую кольчужку себе. А в той серии мы получили по мордасам и вот такой шрам. Теперь у нас на личности красуется. Ну, не он первый, не он последний. Так что, пойдёмте выполнять квест. В этой квесте нам предстоит соревновательная борьба с нашим старым знакомым, Whisper. В этом году вы появились. Я начинал с тобой. Я просто рассказывал твоим знакомым, что целый орхер оборудован с хоббами. Я мог бы их избавиться самим. Но это может быть более весело, как это. Кто-то убит на хоббах, получает трофе, да? Я не волнуюсь, как ты делаешь, просто их прикрепляют, пока они пить всю мою скромпи. Наши маленькие сады открыли мою кратку, вниз по рекламу, на дальнейшем пляжа. Я думаю, это где мы должны идти. Рейс, ты там. Расстояние. Позже, конечно, оно станет на более дальнее расстояние, телепортировать меня сможет. А вот и хоббы появились, да? Ааа, я попал в эту. Есть, да? Бочка, бочка. Оу, меня прямо отнесло. Это необычно, скажем так, да? А вы что, еще ни одного кила не сделал никто? Ни я, ни Виспер. Нет, Виспер уже сделала. Что нужно нам кое-что сделать уже? Ааа, да что происходит, блин? Ааа, дай повторить прицелить. Зачем ты на Виспер прицеливаешься, это тупо. Она же три кила сделала. Господи, это будет тяжко. Ну вот мы уже гоняем, да? Что? Он жив еще? Иди отсюда, Виспер. Будешь пытаться с моей кила стилис, я тебя убью. Ты знаешь, это Виспер, да? Не посмотрел на то, что мы учились вместе. Ух, хоть я и лученько себя позиционирую, но я все-таки не готов был к тому, чтобы на такой короткой расстоянии, на такой маленькой территории воевать с кучей хлопок плюс еще за скользь. Так бы я спокойно отходил бы назад, отстреливая их, пока они за мной бегут. Но в данной ситуации это не получится, я думаю. Потому что все-таки Виспер, она такая, все-таки мощно дерется. Небольшой урон, в принципе, наносит на хоба. Так, почему я не телепортировался за спину? Используя это заклинание, я должен телепортироваться за спину, вообще-то. Странно. Так, я уже 11 убил на 6. В принципе, идет все хорошо. И у нас еще целая минута впереди, чтобы не потерять преимущество. Так, кому дали я килл? Мне килл? Да, мне килл дали, отлично. Ну, в принципе, пока неплохо идем. В прошлый раз, когда я играл в Fable, у меня эта миссия вызвала проблемы, я даже с первого раза не прошел ее. О, она убила кого-то, да-то что? Я же больше, чем она, два раза убил, то есть на 7 штук. Ах, блин, управление все-таки не очень удобное тут. Так, еще одного убил, отлично. Сейчас бы еще на 10 увеличить, это вообще было замечательно. Она нас точно не обгонит, никогда. Ну, что ж, не в этой миссии. Хе-хе-хе. О, господи. Она 8 убила, черт. 10 секунд. 9, 8, 6, 5, 3, 2, 1. Да, мы сделали это. Мы победили Whisper и Hobo. 2-3, пока они пытались обзоровать меня снова. Не плохо. Не думаю, что это будет легко в следующем году. Я думаю, что трофей будет твоей, тогда. Для сейчас. Я уже достаточно этого. Может быть, гилда имеет что-то интересное для меня. Мы лучше сделаем все, чтобы проверить дамы. Ладно, Whisper, как хочешь. Смылась, да? Поджал хвост. Хе-хе. Ну вот, мы выполнили. Получилось славы. И у меня предложение пойти и сделать еще один квест. Сайд-квест. Он сюжетный. И, по-моему, гулять по городу пойдем уже в следующей серии. Так что давайте сейчас, как раз я быстро перейду к началу квеста следующего. К сожалению, оказалось, что мне не хватает славы. И поэтому я решил прибегнуть к другим средствам. Во-первых, поднять славу. Это лампа. О. Мы прибегнем к средству поднятия славы посредством демонстрации всему окружающему народу моего трофея. Немного, конечно, но тем не менее. А также будем нависить в мейзо в новом городе. Пойдемте посмотрим, что это за городок-то. О, квэл. Ммм, что-то подозрительно знакомое. Что же это может быть? Так, это же наш родной городок. Ммм, да. По интернации, наверное, я понял, что это знал. Ну да ладно. Все равно в первый раз, когда играешь, это очень и очень классно. Классно. Привет. Я помню тебя. Мы думали, что ты умерла в тот ужасный бандит-рейд. Вот в ощущении главного героя сейчас было. Что ты? Кто такая? Оу. Я хочу взорвать твой мозг. Я хочу взорвать твой мозг. О господи, какая ты страшная. Пока-пока. Я не помню, что мы селились с медвежонком. Мы его, по-моему, отдали хулигану или нет? Страна, я это не помню. А вот и наш точно посетимый Мэйс. Что он хочет от нас в этот раз? Я думал, что, может быть, ты слишком известен, чтобы видеть здесь. А, нет, нет, мужик. Все нормально. Я боюсь, что я больше не хочу от твоей сестры. И еще нет, что я могу сделать. Но еще есть успеха. Если бы я провидится. Хм, надо будет сходить. Только я не думаю, что разбойники будут добры. И пропустят меня просто так. Хм. Ты слышал о Твинблэде? Он был героем. Да, гиантом. Он был маленький потенциал для гилдии. Он ушел, и привезли к двадцать фактических бандитов. Я всегда предупреждал, что он был за кадром на твоем доме. Это может быть твоя шанса для победы. Камп не может быть далеко от здесь. Великолепно под атакой. Я оставил гилдии на гилдии с деталями. Ну вот, у нас теперь появилось задание на следующую серию. Думаю, как раз мы в следующую серию пойдем в эту разбойничью, как бы сказать, влаги разбойников за своей сестрицей. А с вами, я думаю, пока прощаюсь. В следующей серии, может, тут побегаем еще или сразу пойдем в лагерь. Посмотрим, что будет. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Оказалось, она короче, чем я предполагал. Ну что ж, поделаешь. Ждите следующую серию. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Всем пока. И снова с вами Apple Nerd. Как я говорил, мы прощаемся. Но тут я вернулся в видео и увидел, что после разговора с Мейзом мне стало доступно это задание, которое я хотел выполнить. Так что давайте его сделаем. Почему бы нет? Ой, я не взял обеты только для него. Ну да ладно. Не будем на грустном. О, я вижу колючки, которые надо разрушать. Ибо за ними постоянно кто-то прячет. Сундук! И что этот сундук нам даст в этот раз? Сундук? Прямо, блин, в Альбеоне столько сундуков. Аж 500 золотых. Ну, круто как, да? Да. Что ж, давайте посмотрим. Нет, я не Джеймс. Кубулька. Он мой родственник. Ты должен его найти. Он единственный родитель, который я оставил. Такой сладкий, полезный парень. Я не знаю, как я бы уйдет без него. Я знал, что это случилось. Он вернулся в эти ковы. Я просто знаю. Да. Он очень страшен от того, что он видел там в последнее время. Я могу сказать вам. Но он привезли немного ковы. О, и он нашел что-то еще, когда он был там. Я не знаю, что это для того, но это может быть полезным. Здесь. Шестиогольный ключ. Я не знаю, что я сделаю, если что-то случилось с ним. Как вы могли заметить, у меня теперь полная броня. Гольчужная. Что не может не радовать. Фонарик включен. Да. Включен. Хотя не так связло, как я надеялся. Все равно, да. Ну да ладно. Не будем о грустном. Также между фрагментами записи я прокачал себе замедление времени. Потому что теперь будет еще более удобно убивать противников. Сынный лук сразу. А то тут может кто-то и быть. А тут даже тролль бывает. Так, никого нет. Никого нет. Хм. Забавно. Классный щит, смотрите. Я бы ее взял бы. Щит напомнил мне похожий щит из Oblivion. Стеклянный щит назывался там. И так. Есть кто? Ребята, есть кто? Отвечайте сразу. О. Хобы. Кто бы сомневался, что хобы тут будет. А как вам замедление времени, ребята? Нормально, да? Блин, к сожалению, еще оно не прокачано у меня. Так что. Ну, хотя бы от вот этих выстрелов можно выворачиваться спокойно. О. Так. Давайте меч достанем и будем уже украшить их в пропашке. А то, знаете, вот это все уже как-то не очень хорошо складывается. Здесь в моем чине клуб все-таки не так полезен, как обычно. Потому что очень велика вероятность того, что нас сейчас просто вот так окружат и запинают нафиг. Сколько их тут, блин? Тут прям какая-то рда. Замедление включаем. Нам будет их замедление на максимум подкачать, потому что иначе мы будем сталкиваться с недократно с такими проблемами. Все-таки замедление это один из самых полезных навыков. Есть еще один навык полезный. Это щит. Но он только для хороших персонажей. Если станешь плохим вдруг, то он работать перестанет. И щит этот принимает место урона здоровью. Берет урон в мане. Переводит в мну. То есть пока есть мана, вы бессмертны. Как только мана закончилась, щит отключается. И мы продолжаем. Так. Фух. Осталось троек все же, да? Сколько у меня нет изделия и здоровья осталось. А то это только начало подземелья. Как бы. Блин. Да успокойся ты, чувак. Фух. Это было конкретно неожиданно. Так. Укрот. 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 Хелп. Посмотрим, кто он зовет на хелп. Боковая пещера. Ну кто бы занимался что-то хобой будет снова. Так. Пытаемся их сначала по нему по. По убивать издалека. До сегодня ещё есть. Конечно. Укрот. Укроп. Вроде и дальних магов у них нету. Что радует. В принципе. Ще они так сука м完了 плохо как вам. Эммм. Бандиты гораздо легче умирает и... Так. Так 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 так. эти красный самый-самый живущий их блин ходить и в рубашу долбит долго но все таки к сериал ссылка это стоит того потому что не дают очки обучение для дальнего боя а мне так раз таки и нужно знаете что я думаю вот сейчас черт это все пошло я изрублю их так а то самом деле это уже как-то начинает надоедать когда я ешь вокруг них фугами не атаковать вот тогда большие более-менее пространство вон там все зашибись никто ничего сделать не может вот когда узкие коридоры вон там да неудобно очень и соседа бандит в клетке сидеть смотрите бандит в клетке ну знаешь что я не уверен что тебя выпущу может и как бы бандит на пути видно это что бандит все мне тело и пускать я дергиха ты убиваю кореш эти не кореш шаг мне и лэдзи мы смотрим на кафе для трезвия легенды скажут что это полнота их стопа ну хорошо защищены они нас убили и убили нас в кафе они нас убили один за один уже давно не знаю что они сделали для остальных но я слышал крички, которые не челли от крови но ай, если нет людей, то есть большая часть, вероятно? ну пошли вместе не сдохни по дороге у меня на тебя большие планы есть какие планы вы можете спросить а вот скоро узнаете скажу только одно что планы этому бандиту не понравится думаю так сейчас самому не убить бандита то он он же не мы сам лечиться не может а у меня маги который позволяет лечить союзников нету еще мечет по косуле конкретно вообще но походу у меня на них они на меня как бы агриться сильнее чем на бандитам таким образом нам него что-то такое то стоит идти или нет нет пожалуй набран пути можно будет а сейчас не хочется он там что-то балакал там сзади рассказывал и ты же бандит что такое трус а это всего лишь хобы маленькие дети измененные темной магией с молотами всеядные как-то так главный за что же он тут нас еще парочка нам так его уже бьют там да не убьют там надеюсь вы не забьют там пока мы тут разбираемся с магами от магии это самое такое противное что есть копов потому что они больно бьют далеко бьют о господи бандиты сейчас могут забить на фиг я бы не хотел там совсем не хотел бы мне конечно забьют то что поделаешь но есть одна возможность который я могу вам рассказать хоть сейчас хочешь составить сюрпризом он выжил смотрите вроде всех убивал наху он вылезли с сундука подкилить нельзя никак хуну нет господи стран это все можно стать конечно этой зоне его пройти дальше чуть-чуть расчистить путь кровавый трон однако так давайте стой тут и вернем чуть-чуть вперед сможет лунный туннель праве мы сделали как раз сейчас давайте зачистим его от обувь странно где хубы то должны были быть хобы но их нету странно давайте его возьмем с собой уж потому что я не помню можно будет вернуться когда скрипт начнет работать оу фоллоу слышь меня фоллоу молодец ты же фоллоу да ты фоллоу господи вот это последняя локация перед скриптовой зоной что это да все мы пришли мы пришли вы видите этот шарик это нимфа фея темная магичка и прочее 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 много названий у этой твари а вот этот ребенок на весьма страшненький ребенок вот дух дух пещеры она показывает не ее а да заменить ладно пока 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 не передумала а чё они делают почему они нас атакуют я же ничего плохого не сделал блин это плохо ваша весь я думал что мы спокойно уйдем когда принесем жертву бандита время для этого я его выбрал вообще-то как вы могли понять из того что говорил раньше что у меня на него большие планы будет он никакой как и большинство спутников спуни вообще можно брать тут и поддать четырех или пяти даже зависимости от твоего уровня славы правда и славы и насколько ты мне нравишься еще самим людям то есть ты добренький весь такой блестящий фландинистый то ты можешь больше с собой братьевников и оу и молнию дарил мальчика что вот поэтому если вы не как не любят братья миссии но что немножко справлюсь с кем угодно ходит главным боссом уже могу справиться а вот союзники они такие чтобы если помрут то это будет плохо тема не мифа ты же отпустила меня ты сказала собирай мальчика выходим но ты не отпустила меня ты надрела место их обувь все маме еще расскажи маме те серблю пусть и не твоя мамочка пошел нафиг ты смотрел доктора кто понимает откуда эта фраза чего такую там нет еще подлечиться надо скромно таким темпами веселья жизни закончится все все отлично может рубить нимфу взяла там пусть живет у нас договор все таки это еще натравит комитом огора кого нет на нас них просто такие твари они кроме того что используют магию всевозможно они могут призывать призывать себе на помощь как бы искать всяких существ начиная от безобидных скорпиончиков и ос заканчивая оборотнями голема по моему не могут и призывать сыну кто знает может и научились уже оу нет 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 не бей мальчика не бей мальчика тварь пацан иди назад что ты встал за меня блин ты не видишь эту двоюю можете задеть топором не знаю к чем еще рёту блин возмущается что-то спасай его шкурку тут бы на он возмущается чё там еще ее кто-то двоим отстали что ли основной куча это знаете два холла пустой кучи с которой сейчас сражался когда даже не интересно что оставить него хоп блин и сушить маме можешь сказать что меня атакуют великому великодушные сэры меня атакуют защите меня пожалуйста чё камон пошел нафиг будешь мне подвинять еще я тебя убью я тебя убью чувак клянусь тут никого нет надеюсь о сундук я провтыкал этот сундук что не будет интересно золото и пламя ну как круто пламя это хорошо что не ток не пламя особо он такой крутой не наносит стой тут короче кто и тут иди сюда все и там иди сюда там как блин грёбаные маги так будет конечно полегче минут что почему блин ты идёте к нему они меня бьете конечно он вкусненький маленький но блин ребята хоть иногда может не пить моих союзников ведь меня я вкусно у меня больше мясо и нам босса и прошел локации его и бога то блин сейчас сдохнет еще что нет нет фу-фу стой 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 видишь что он творил мы же забил пацана так сдохните все ребята вот он хлопает в ладоши ты хлопаешь ладоши сволота блин и типа хлопаешь в ладоши так похлопаешь что ты сдохнешь ненавижу в эту миссию тоже это пацан не бесит как говорит джордж карлин великий нахуй детей здесь за маты но блин миссия самая дурацкая что не на есть что он стоит там не дергайся мамам сейчас будешь орать еще блин я тебя точно перережу а там хоба на сиденье не все он пусть делает хоба маленького это же это круто они идут и идут и идут и идут сколько вас там ребята стой и не пойдешь пацану понял мелкий упырь нет 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 любить пацана они убили пацана сволочи и так я перезапустил миссию прошел ее все снова но это раз оставил в самом начале мальчика и прошел весь путь зачищая от хобов его где что они сейчас снова не заславляться а то это будет печально если вы слышите мой вымоченный голос то понимаете насколько это все было они отведите один остался еще и стремительно ко мне бежит радостный хоб к ирония ух надеюсь что вне пещеры нас никто там не встретит еще какой там обор а то там вообще фейл будет ну да конечно ребята смотрите откуда их столько взялось ты никого не было же блин я все все зачистил то всем ни одного хоба не оставалось а то смотри целая кучка набежала откуда не выбегает покажите мне ребята эти мне подсказку что у нас те чтобы не спавнились даже в этом недавний рпг было это похоже блин я забыл что хотел сказать я хочу привести пример у это рпг тоже недавно те спауны противника был просто какой-то совсем уже отстойный где-то можно пройти было чуть вперед и же противники спамить если я вспомнил название этой игры то потом скажу но пока есть это под забор фух аллилуйя мы прошли это это была тяжелая миссия это одна из самых тяжелых миссии в игре вообще считаю потому что именно этот пацан он не более слабый из напарников и он сам ничего сделать тоже не может то есть если позже у нас тоже будет не с напарниками но там хотя мы не более живучий либо их оставить можно легче уже это пацаны да ты оставляешь когда приходишься ищу локацию он тебе как бы телепортируется почему нет это даже твоя бабка пока и пошли стану бане не не знаю почему он так не будет нормальная хотя может притворяется да в самом деле нажимать лев ногу проматывать голову хобот далее смотри сколько опыта 13000 опыта там много сейчас прокачаюсь закуплюсь 10 тысяч монет камбэк вот тебе злая бабка все тебе вот боже мой муж на внуков посылать всякие пещеры опасны ну вот мы это мы закончим эту серию наверно все спасибо кто меня смотрел надеюсь вам понравилось это насыщенная серия или новых встреч всем пока